Подъемы с переворотом на турнике Подъемы с переворотом на турнике Квартира, конечно, была стимулом для того, чтобы начать тренировки. Без этой квартиры он бы никогда и одного переворота бы не сделал на турнике. Но еще большей мотивацией стало то, что все люди говорили, что это невозможно. А вот невозможно – это очень хорошее слово, потому что возможно сделают без нас. Подготовить себя физически – эта задача была первой, и тогда Иван решил, что нужно заняться бегом, чтобы обеспечить хорошую работу дыхательной системы. Через день в беге он преодолевал расстояние от Авдормы до Джалтая и обратно. Десятикилометровый бег и ежедневная работа на турнике стали систематическими видами занятий на пути к достижению цели. На этом куске ржавой трубы, установленной между двумя деревьями, Иван делал первые пробы, а затем для него члены семьи соорудили новый турник. Увеличивая число подъемов с переворотом, Иван готовил себя к маевке 2016 и усердной работой приближал себя к нужному результату. По словам Ивана, для него было важно не только выполнить нужное количество подъемов с переворотами, он также следил за эстетичностью их выполнения. Очень даже следил. Я, когда начал заниматься, я просто, если поднимал ноги за турнику, все это было хорошо, и до 100 делал уже хорошо. Но для меня это было мало, потому что подумал, если я сделаю это норм, что надо, и с такой, как безобразие для меня это было. И меня брат снимал на камеру, и я посмотрел со стороны, как я делаю. Мне это не понравилось. Почему? Ну это некрасиво, почему? Как ноги стоят в швере, как ни шпагат, ни красота никакого. Мне не понравилось, как я делаю. Всем селом Авдорминцы три года подряд болели за своих ребят и, видя результаты Ивана, поддерживали его. Многие заметили хорошую технику его подъемов с переворотами. И у него техника была в этом году лучше. Технически он был подготовлен. Я даже с самого начала считал, сколько он раз сделал. И я хотел, чтобы он уложился в этот результат, чтобы он сделал, потому что он очень красиво это делал. И действительно видно было, что человек подготовился к этому и стремился к этому. И я очень рад за него, потому что никто так не смог сделать, как сделал именно он. Именно плавно все, как полагается, как нужно было сделать. Я не думал, что он не сможет. Я думал, что он все сможет, потому что у него была очень хорошая техника. Мы прямо рядом там были, даже считали. Я вам скажу, 326 поворотов Ваня сделал. И нам было очень обидно, что он, конечно, не взял ту высоту, но то, что не выиграл, было очень больно. Я вам скажу, почти целый месяц у нас в доме даже, ежедневные эти разговоры. Я думаю, не только наша семья, но все, все село были какие-то взволнованные. И каждые недели, сколько с людьми встречались, говорили только об этом. Но так он старался, так он плавно делал. Никто не ожидал. Мы даже в жизни не подумали, что больше 200 кто-то сделает. И поэтому дали, думаю, такую высокую планку. Даже думали, может, я не так и хотела сдать вот эту квартиру. Иван вспоминает о том, что испытывал он при совершенных последних переворотах на турнике, переведя счет за 320. Я сделал, когда 325, я остановился. Мне очень больно было. Потом сделал еще один. Мне тоже не смог, уже только на пальцах стоял. Я думал, одной рукой я не выдержу. А если когда поворачивается, я упаду, это будет хуже. Может, еще один, может, два сделал бы. Но еще 104 бы я точно не сделал бы. Я это осознал, когда восстановился на секунду. Настрой на победу отрабатывался ежедневно на турнике. В день соревнований Иван чувствовал поддержку сельчан, но ему, по его словам, не хватало тишины. Первый год, когда я на турнике вышел, тогда была тишина. Когда здесь я уже 200 чертов перешел, люди уже разговаривают. Уже не было этого интереса, я как понял. А для меня тишина, ой, как бы, нужно было. Ну и это чуть не мешало. Но пытался все за голову бросить и средоотачиваться на турнике, на ноги, чтобы ровно держать. Иван говорит, что уходил в соревновании с ощущениями горечи в душе. С горечи я уходил. Для меня это не первая цифра я делаю. Если бы я перешагнул хотя бы 450, вот тогда бы я еще мог самолюбие утешить. А так у меня горечь. По завершению маевки, авдорминцы, впечатленные смелостью, выдержкой, эмоциональной сдержанностью и красивыми переворотами Ивана, говорили между собой о том, что он заслужил главный приз соревнований, хоть и не показал нужного результата. Инициатор состязаний по подъему с переворотом ввел этот вид соревнований для того, чтобы показать, что это реально. Иван приблизился к результату. Упорная работа над собой, сила воли, достойное поведение на соревнованиях и поддержка односельчан стали основным фактором принятия решения о вручении главного приза – двухкомнатной квартиры. В силу своей скромности Иван, выполнивший рекордное количество подъемов с переворотом, не хвастал тем, что на днях ему были вручены ключи от двухкомнатной квартиры в Террасполе. Я не знаю, честно говоря. Не знал. Меценат решил подарить квартиру. О, это очень хорошо, честно говоря. Я рад за него. Я этого не знал, но я рад за него. И рад за мецената, что они поверили этому парню. Члены семьи тоже не ожидали такого подарка. И вечером, когда мы пришли домой, застали его дома. Он весь молчал, домашним ничего не говорил. И мы спросили, ну как? И тут он заговорил. Говорит, мама, папа, пройдемте в кухню за стол. Ну давай, не томи уже, говори, что. Для начала он достал конверт. И мы сразу как бы обрадовались, говорим, ну, конечно, очень хороший результат. Тысячу долларов, конечно, не зря, конечно. И тут он встает руку в карман и достает ключи, и скоро там их вложит на стол. Ну, тут, конечно, это были самые большие эмоции. Конечно, криков не было у всех, как-то вот пересохло во рту. Иван сам не верил и даже не был готов принять такой подарок. Не верю. Ну, вот вам дает кто-то ключи от него. Просто так никто мне ничего не дал, чтобы сейчас так дали. Для меня это, ну, очень странно. Ну, если бы сделал норму, вот тогда я принял, да. Я сделал, и это мое. Но я не сделал, я не мог его взять, как чистой совестью. У меня все-таки на себе есть победа. Иван рассказал, что принял ключи от квартиры лишь после того, что инициатор соревнований пообещал снять этот вид состязаний из спортивной программы маевки. Между тем, жители села Авдарма положительно оценили решение о присуждении победы Ивану. Парень действительно молодец. Никто не смог сделать столько, сколько он. Есть ребята, старались, но не смогли, увы. Ну, спасибо нашим медсанатам, что они это заметили. Ну, у него по рукам видно было, что он не сможет больше делать мозоли. Потому что больно, это же боль. Мозоли, когда лопается, там вообще страшная боль. Невозможно было. Я еще раз говорю, что я рад за него. Я знаю его. Односетчанин хорошо сделал. И заслуженно получил квартиру. Ну, узнали, что эту квартиру, оказывается, отдали. Я сразу перезвонила всем детям моим, мужу, потому что мы тоже очень переживали. Ни родственник, он нам, никто. Ну, очень переживали. Я думаю, что вот все село сейчас довольное. Все село. И я сама благодарю, большое спасибо этим медсанатам, что все-таки решились и дали этому парню. Он старался. Он действительно старался. В жизни получается, что старание иногда важнее самого результата. Этими фотографиями своего нового жилья поделился Иван. Современная двухкомнатная квартира в Террасполе с евроремонтом, оснащенная холодильником, телевизором, меблированная. Теперь собственный житель Авдормы, победитель соревнований по подъему с переворотом на Маевке-2016. Нашу беседу с Иваном прервали телефонные звонки односельчан, которые разделяли радость его успеха. Спасибо. Спасибо, что и вы со мной радуетесь моей победой. Иван говорит, что авдорминцы спрашивают его. Правда ли? Говорю, правда. И они обрадуются. Руки жмут. Говорят, молодец. Иван Косым. Скромный, вдумчивый, добродушный сельский парень. С обостренным чувством справедливости и стремлением к успеху. Организованный и требовательный к себе. Его главным сожалением жизни является то, что недооценивал важность хорошей учебы в школе и получения знаний. Но это нисколько не повлияло на душевность и обаяние молодого парня. Говорит, что все старается делать с любовью. О своем занятии и увлечениях говорит так же. Обыкновенный пастух. Ничем больше. У меня есть хобби. Люблю бильярд. Но это уже зимой, когда выхожу в центр. А так, когда я взялся на тренировки, я бросил свой... Я очень люблю бильярд играть, но я это оставил. Потому что невозможно смещать это и то другое. Усердием и изучением правил игры в бильярд увлечен сейчас Иван. И кажется, в этом он также успешен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok